Глава вторая, параграф третий. Разрешение противоречия между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью. Положение о том, что в противоречии единство его сторон относительно, а борьба противоположностей абсолютно, является всеобщим, а потому оно верно и применительно к противоречию между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью. Цитата. В экономической литературе, пишет Кащенко, иногда переоценивается значение единства противоречивых сторон реальной действительности, что ведет к превращению противоположных сторон явлений в непосредственное их тождество. Нередко формулу материалистической диалектики о единстве и борьбе противоположностей заменяют тезисом об их, так сказать, органическом единстве. На практике это приводит к дезориентации хозяйственных руководителей, которые призывают к лакировке действительности, вследствие чего не могут разобраться в жизненных противоречиях. Нельзя согласиться с тем, что ввиду растущей социальной общности при социализме, момент единства противоположностей приобретает абсолютную силу. Даже в этих условиях единство противоположностей различных сторон общественного продукта остается временным, приходящим, относительным, тогда как их борьба – абсолютно, поскольку абсолютно движение и развитие. Конец цитаты. Сноска 120. Кащенко А.И. Методология анализа противоречий в развитии общественной формы продукта при социализме. Непосредственно общественный продукт и механизм социалистического хозяйствования. Под редакцией А.И. Кащенко. Ярославль. 1982 год. Страница 7. Из борьбы непосредственно общественного социалистического производства с товарностью вытекает позитивная тенденция усиления непосредственно общественного характера производства и ослабления товарности. Из борьбы товарности с непосредственно общественным характером социалистического производства вытекает тенденция противоположная первой, то есть тенденция ослабления непосредственно общественной природы социализма и усиления товарности. Указанные тенденции неравносильны ввиду неравноценности сторон противоречия, с борьбой которых они связаны. Поскольку социалистическое непосредственно общественное производство – это развивающееся под воздействием развития производительных сил целое, а товарность – лишь его момент и притом отрицательный, поскольку генеральной тенденцией является тенденция к ослаблению товарности и усилению непосредственно общественной природы социализма. Эта тенденция основой своей имеет неуклонный рост общественного характера производства. С ней связаны развитие социализма и перерастание его в полный коммунизм. Из наличия двух противоположных тенденций следует в то же время, что действительное историческое движение социалистического производства есть не выражение только одной какой-либо тенденции, а результат борьбы двух противоположных тенденций, равнодействующие сил их поддерживающих. Действиям, вытекающим из непосредственно общественного характера производства и направленным на его усиление, противостоят действия, направленные на усиление товарности и объективно тормозящие процесс развития непосредственно общественной природы социализма. Поскольку непосредственно общественное производство состоит в планомерном подчинении его общественным интересам, поскольку усиление непосредственно общественной природы социализма выражается во все более полном и последовательном проведении общественных интересов в жизнь. Противоположная тенденция выражается в ослаблении или подрыве этого планомерного подчинения, в возрастании числа нарушений общественных интересов и отступлении от них. Именно тенденцией к усилению товарности, которая при данном уровне развития производительных сил пока еще объективно обусловлена, и активностью ее носителей объясняется целый ряд наших хозяйственных затруднений. Речь идет, в частности, о тех явлениях, когда в денежном исчислении отмечается значительный рост, а должного прироста производительности труда и продукции не происходит. Причем это относится и к отраслям, определяющим техническое развитие производства. Как отмечал Игнатовский, возможность наращивать стоимостные величины без совершенствования техники и технологии производства не только сдерживает технический прогресс, но и резко ослабляет всякие стимулы его, включая мобилизующую функцию плана. Цитата. «Прежде всего по этой причине, сдвиги в технологическом совершенствовании производства, еще не стали всеобщими, существенными для народного хозяйства в целом и отдельных отраслей, не достигнуто крутого поворота в повышении производительности труда, экономии материальных ресурсов, наращивании экономической эффективности общественного труда». Конец цитаты. Сноска 121. Игнатовский. П. Технический прогресс и социалистическое производство. Политоэкономический анализ. Плановое хозяйство. 1985 год. Номер 3, страница 84. Это еще раз подтверждает правильность сделанного ранее Игнатовским вывода. Цитата. «Решая вопросы по оздоровлению политической обстановки в низовых звеньях народного хозяйства, следует иметь в виду, что пока на предприятиях не преодолено сведение экономики преимущественно к стоимостным результатам и оценкам, политика в хозяйствовании, хотим мы того или не хотим, отступает перед напором денежного оборота, денежного интереса». Конец цитаты. Сноска 122. Игнатовский. О политическом подходе к экономике. Коммунист. 1983 год. Номер 12, страница 67. Дело здесь, однако, не в денежных измерителях как таковых, а в выдвижении их на первый план, превращении их в самоцель, тогда как плодотворное использование товарно-денежных отношений, развивающее непосредственно общественный характер производства и ослабляющий товарность, предполагает, что денежные измерители должны служить лишь средством для осуществления общественных интересов. Дело в попытках отдельных лиц или коллективов поставить выше интересов общества интересы увеличения своего дохода, с какими бы показателями оно ни было связано. То есть утвердить приоритет не всеобщих, общественных, а каких-либо особенных интересов. Такие попытки и порождают тенденцию к усилению товарности и ослаблению непосредственно общественного характера социалистического производства, как тенденцию противоположную – перерастанию социализма в полный коммунизм. Генеральная тенденция к усилению непосредственно общественной природы социализма и ослаблению товарности может быть осуществлена лишь благодаря тому, что в тех случаях, когда действия, порожденные общественными и иными интересами, приходят друг с другом в противоречие, это противоречие разрешается не за счет ущемления общественных интересов, а посредством их первоочередного осуществления. Вопрос о том, какая тенденция будет брать верх, это, следовательно, вопрос о том, приоритет каких интересов – общественных или каких-либо иных – будет осуществляться. Станет ли на основе приоритета общественных экономических интересов укрепляться диалектическое единство общественных, коллективных и личных интересов, или оно начнет ослабевать вследствие попыток утвердить приоритет не общественных, а каких-либо иных интересов. Борьба за разрешение противоречия между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью по линии усиления непосредственно общественного характера производства и ослабления товарности состоит, таким образом, в осуществлении приоритета общественных интересов во всей хозяйственной жизни. В этом, прежде всего, более конкретно выражается борьба за перерастание социализма в полный коммунизм. Обеспечение приоритета общественных интересов, как выражающих главное содержание личных интересов всех членов общества, тождественно обеспечению реального функционирования общественной собственности и ее дальнейшего развития. Приоритет иных интересов означал бы ослабление и подрыв общественной собственности. В политическом докладе ЦК КПСС 27-му съезду партии была заострена «такая актуальная проблема регулирования отношений социалистической собственности, как обеспечение безусловного приоритета общенародных интересов над интересами отраслей и регионов». Сноска 123. Материалы 27-го съезда КПСС. Страница 40. Вопрос о приоритете интересов, разумеется, может вставать только потому, что в рамках единства, существующего в первой фазе коммунизма, сохраняются еще и различия в интересах. В силу этого, цитата, «там, где частичные устремления, даже законные и оправданные, начинают давлеть над общими интересами, там возникает угроза единству действий общественной целостности». Конец цитаты. Сноска 124. Давидович. В. Советское общество. Единство в многообразии. Правда. 1986 год. 12 сентября. Например. «Когда отношения хозяйственной самостоятельности приобретают самодавлеющий характер, интересы всего общественного производства отодвигаются на задний план, что фактически равнозначно превращению отдельных предприятий в групповых собственников». Конец цитаты. Сноска 125. Покрытан. А. Лапин. В. Теория воспроизводства общественного продукта и вопроса совершенствования хозяйственного механизма. Плановое хозяйство. 1984 год. Номер 8. Страница 108. Неравноценность, неравносильность двух противоположных тенденций, одной к ослаблению, другой к усилению товарности, определяющую роль тенденции к усилению непосредственно общественного характера социалистического производства, не следует понимать в том смысле, что приоритет общественных интересов осуществляется автоматически, сам собой, без борьбы. Нельзя понимать дело и таким образом, что борьба за приоритет общественных интересов, выражающих коренные интересы каждой социалистической личности, при всех условиях, всегда победоносна. Это было бы упрощением. Однако, объективно, силы противоположных тенденций неравны. Поэтому, если борьба за усиление непосредственно общественной природосоциализма, за приоритет общественных интересов, развертывается в полную силу, и с использованием всех возможностей и преимуществ, данных социалистическим строем, тенденция к усилению непосредственно общественной природы социализма и ослаблению товарности непременно берет вверх. Цитата. Попытки отдельных лиц или групп утвердить свои интересы в ущерб общественным безнадежны и исторически обречены. В конечном итоге они неизбежно будут искренены и подавлены, как чуждые глубинные сущности социалистических отношений. Конец цитаты. Сноску-126. Жданов. Исторические судьбы общественных антагонизмов. Коммунист. 1984 год. Номер 1. Страница 85. Самоотверженный труд советских людей является прямым порождением и выражением непосредственно общественной природы социализма. Вырабатывающаяся у все большей части населения привычка ставить общественные интересы выше личных никак не похожа поэтому на придуманное некоторыми теоретиками цитата «стремление людей в массе своей к личной выгоде». Конец цитаты. Сноску-127. Цепко. А. С. Некоторые философские аспекты теории социализма. Москва. 1983 год. Страница 70. Если бы было так, как пишет Цепко, то построение полного коммунизма было бы неосуществимо. На место энергии коммунистического созидания пришло бы тогда полное безличие к делам общества. А посредование удовлетворения личных интересов удовлетворением общественных, выражающих передовое в личных интересах, делает трудящихся материально заинтересованными во всем ходе коммунистического строительства. Вот почему партии в качестве важнейшей и неприходящей ставится задача цитата «обеспечивать приоритет общегосударственных интересов». Конец цитаты. Сноска 128. Материалы 27-го съезда КПСС. Страница 148. Эту задачу следует понимать с учетом того, что общественные интересы – не какие-то надличностные интересы. Они тоже являются личными. Но такими личными, следование которым обеспечивает наивысший общественный прогресс, общее благо всех членов общества, каждой социалистической личности. Если будет обеспечена реализация общественных интересов, то будут созданы условия и для свободного развития каждой индивидуальности, каждой личности. Обратное – неверно. И партия вполне доказала это в свое время в полемике с анархистами, провозглашавшими, что «личность превыше всего» и что «освободив личность, мы де освободим и массу». Победила марксистская точка зрения, состоящая в том, что «масса превыше всего» и что «освободив массу, мы сделаем свободной и каждую личность». Ослабление общественных интересов вызывает усиление товарности. Стремление рассматривать развитие личности трудящегося не более как средство для роста личной собственности. Истинная же забота о всестороннем развитии личности каждого члена общества без исключения предполагает приоритет общественных экономических интересов как экономическое условие реализации этой задачи. Иногда, совершенно справедливо говоря о необходимости сочетания общественных, коллективных и личных интересов, пытаются тем не менее поставить под сомнение приоритет общественных интересов. Но ведь при социализме, как уже говорилось, имеются неантагонистические противоречия между общественными и коллективными, общественными и личными интересами, и они не могут себя не проявлять. В силу наличия этих противоречий вопрос стоит только так – либо приоритет личных – коллективных, либо приоритет общественных интересов. По тем вопросам развития хозяйства, которые в силу единства интересов решаются одинаково, какой бы из перечисленных интересов ни был поставлен во главу угла, проблема приоритета, разумеется, не возникает. Она возникает лишь тогда, когда требования, вытекающие из общественных, коллективных и личных интересов, не совпадают. В этих случаях неизбежно приходится решать вопрос о том, каким же интересам отдать предпочтение, первенство, приоритет. Характер собственности на средства производства определяет приоритетность интересов. Во главу угла в условиях общественной собственности ставятся общественные интересы. Система интересов является социалистической, когда, цитата, «осуществляется их координация и субординация на базе коренных интересов народа». Сноска 129. Горбачев Михаил Сергеевич. Живое творчество народа. Страница 16. Другими словами, мало говорить о сочетании интересов или о правильном их сочетании. Надо отдавать себе отчет в том, какое же их сочетание является правильным, то есть соответствует природе социализма и задачи усиления непосредственно общественного характера социалистического производства. Активизация, гармонизация, оптимизация, согласование специфических интересов социальных групп, коллективов, личностей осуществляется на основе приоритета общественных интересов. То, что выгодно обществу, выгодно каждому коллективу, каждому работнику, и в этом основа единства интересов при социализме. В то же время, не все, что выгодно какому-либо члену общества или данному коллективу, выгодно и обществу. Нередко бывает, что заработные платы работников премии коллективам растут, а общество терпит ущерб. Так случается, например, когда премия зависит от прибыли, и предприятие с целью увеличения прибыли вместо нужных населению дешевых продуктов выпускает дорогие, когда добивается занижения планов или, наоборот, завышения цен, совершает приписки и т.д. Благосостояние, удовлетворение нужд и интересов трудящихся будут тем выше, чем энергичнее и активнее будет вестись борьба с попытками подменить принцип первенства, приоритета общественных интересов принципам максимальной личной или узкогрупповой выгоды. «Борьба эта легкой не является, так как, цитата, носители своих корыстных интересов способны приспосабливаться и маскироваться в любых условиях и даже находить себе оправдательные мотивы». Конец цитаты. Сноска 130. Янукидзе Г. Непременные условия утверждения коллективистской морали и социалистического образа жизни. Коммунист, 1980 год, номер 15, страница 78. В литературе иногда задача осуществления приоритета общественных интересов по отношению к коллективным и личным интересам подменяется внешне похожей задачей «согласовать, состыковать эти интересы, найти их равнодействующую, направленную на достижение народно-хозяйственного оптимума интересов». Конец цитаты. Сноска 131. Смолдриф, ДФ, роль стоимостных форм в развитии социалистической экономики. Москва, 1980 год, страница 152-153. Однако поиск равнодействующих интересов искажает суть партийной постановки проблемы. Искать равнодействующих интересов значит отступать от общественных интересов, выражающих коренные интересы всех членов общества, пытаться обойти их приоритет, который в условиях социализма и означает действительный народно-хозяйственный оптимум интересов. Редко, но встречаются и такие случаи, когда хозяйственникам от имени экономической науки внушается приоритетность локальных задач. ПГ Олдок, например, писал, цитата, «Каждый регион, отрасль, производственное объединение, предприятие стремится обеспечить первоочередность решения своих локальных проблем, что неизбежно порождает необходимость определения приоритетности локальных задач». В корне ошибочным является высказывание А.И. Левикова, цитата, «Нет ничего нелепее плоского утверждения, встречающегося порой, о том, что надо подчинять коллективные и личные интересы интересам общества». Конец цитаты. Сноску 133. Левиков, А.И. Калужский вариант. Москва, 1980 год, страница 189. Как видим, планомерное осуществление приоритета общественных интересов происходит не без борьбы с попытками утвердить приоритет каких-либо иных интересов. Причем приходится бороться не только с отступлениями от общественных интересов на практике, но и с попытками теоретически оправдать эти отступления, превратить их в правило, норму. Подтверждается тем самым и то, что тенденция к усилению товарности и ослаблению непосредственно общественного характера социалистического производства имеет не только своих носителей, но и теоретических выразителей, способных придать борьбе за усиление товарности сознательный характер. Отсюда следует, что для преодоления этой тенденции и осуществления тенденции к усилению непосредственно общественного характера социалистического производства, борьба за приоритеты общественных интересов должна быть более сознательной, более активной и более наступательной. Только при этом условии противоречия между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, будет разрешаться по линии перерастания социализма в полный коммунизм. Если борьба за планомерное осуществление приоритета общественных интересов развернута в полную силу, то тенденции к усилению непосредственно общественного характера социалистического производства и ослаблению товарности становятся неодолимы. Как было показано в предыдущей главе, социализм есть не нечто застывшее и неподвижное, а процесс борьбы за перерастание его в полный коммунизм? В настоящей главе мы выяснили, что борьба за перерастание социализма в полный коммунизм в более конкретном своем выражении есть борьба за планомерное осуществление приоритета общественных экономических интересов. Борьба за планомерное осуществление приоритета общественных экономических интересов в свою очередь тоже должна получить свою конкретизацию. Для этого надо выяснить, что лежит в основе единства интересов членов социалистического общества, с чем связаны различия и противоречия в интересах, какие интересы и почему выступают в качестве общественных. Тогда борьба за планомерное осуществление приоритета общественных интересов будет представлена более содержательным. Конец третьего параграфа второй главы Конец первого раздела